Я надеюсь, что вы сегодня действительно получите удовольствие от работы своего мозга. Пошевелить мозгами юным участникам интеллектуальной игры действительно пришлось. Команды, представляющие 9 Блаковских школ, отвечали на вопросы главного умника города Евгения Быстрова. Подсматривать ответы можно было как в интернете, так и в энциклопедии «Хочу все знать», презентация которой как раз и состоялась на игре. 3,5 тысячи экземпляров совершенно бесплатно компания «Росгидро» раздала в библиотеке России 800 библиотек. Мы тоже намерены в городе Блаково сделать то же самое. Издание детских научно-популярных книг – это одно из важных направлений благотворительной программы «Росгидро», которая называется «Чистая энергия». Одно дело иметь при себе настоящую энциклопедию, а другое – уметь ею пользоваться. А между тем, все ответы можно было найти в этой книге, потому как вопросы Евгений Быстров составлял на основе ее статей. Возраст я, конечно, учитывал. Если честно, я не люблю, когда вопросы совсем-совсем легкие, потому что все-таки я считаю, что школьникам тоже было бы приятно отвечать на вопросы с каким-то определенным усилием. Они от этого просто больше радости получают. Выбрать правильный ответ из нескольких вариантов или предложить свой. Школьникам пришлось участвовать в разных видах интеллектуальных баталий. Вопросы касались совершенно разных тем. Астрономия, история, география – времени для того, чтобы использовать интернет или энциклопедию, иногда просто не хватало. И ребятам приходилось рассчитывать только на свой багаж знаний, который, как оказалось, был весьма неплох. И, кстати, результаты были не такие слабые, я бы сказал. 51 правильный ответ – это довольно серьезный показатель у победителя. Как это сегодня, считаю, наблюдалось, когда были определенные крики такие, люди действительно друг друга хлопали по ладоням. Если бы все вопросы они брали на раз, все-таки такого эффекта бы не было. Сами ребята поначалу вели игру спокойно, но потом чувство азарта взяло верх и эмоции зашкаливали. Особенно, когда при оглашении правильных ответов та или иная команда понимала, что дала правильный вариант. В общем, игра понравилась всем участникам. Вопросы, да, действительно были сложные, но не сказать, что к ним готовились. Вот в последнем как раз туре интуиция не подвела. Да, в принципе, мы ошиблись его на один вопрос. Все, в принципе, благополучно. Ну, игра на самом деле очень понравилась. Вопросы, конечно, были очень сложные, но мы старались, пробовали. В книге особо, ну, можно что-то найти, если постараться, но очень сложно. Содержание там очень сложное. Но книга очень познавательная интереса. По итогам игры все команды получили сертификаты участников и по одной энциклопедии «Хочу все знать» от Саратовской ГЭС. А лучшей стала команда из школы номер 27, и каждый ее участник получил по экземпляру умной книги. Всегда очень интересно поучаствовать в таких мероприятиях, и было интересно и достаточно легко. Ну, по крайней мере, такая разминка для мозга была серьезная. Пользуясь случаем, хочу передать привет Елене Михайловне. Для будущей интеллектуальной элиты города, как назвала ребят игроков представитель гидростанции Ирина Егорова, эти умные подарки будут очень кстати, ведь впереди еще очень много игр.